Трэш-шток Макгрегора, борьба Хабиба и пьяный Александр Емельяненко. Эти вещи всегда неизменны в мире ММА. Все мы помним то чудесное время, когда Александр демонстрировал великолепную форму в совокупе с ярко выраженными кубиками пресса. Тренировки в подвале у главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича определенно принесли свои плоды. Многие думали, вот оно, Сашка вернулся, а сейчас-то он покажет. Но пристрастие к послетренировочным коктейлям в виде алкоголя периодически брало верх. Довольно забавно наблюдать, как положительно люди реагируют на очередные романтические приключения Александра. Ой, ёп ты, Сань, это настоящий мужик. Не, ну не выпить, это ж грех. Вот видно, вот настоящий русский мужик. Да, это замечательно, но не хочу показаться ханжой, по моему мнению, каждый дрочит, как хочет. То есть каждый делает и употребляет то, что считает нужным. Если это, конечно, не приносит вред окружающим. Если ты Ванька Петров, образно говоря, из какой-нибудь Самары, пришел после смены на заводе и залился высокоградусным пойлом, и после этого спокойно чилишь дома, то нет вопросов. Главное, чтобы тебе было хорошо. Но когда ты спортсмен такого уровня, как Александр Емельяненко, я думаю, у тебя нет права вот так прям пропагандировать свой образ жизни. И опять же, я не говорю, мол, пить вредно и так далее. Каждый человек без меня это прекрасно понимает. Я говорю, если уж ты человек известный в широком инфопространстве, то будь любезен, бухай по-тихому. Зачем всему миру знать это? Слухи ходят, что периодически упивают даже те спортсмены, на которых вы меньше всего подумаете. Но, черт побери, они никогда не палятся. И в этом их отличие от нашего героя. После поражения Магомеду Исмаилову год назад Александр отправился в очередное романтическое путешествие. То, как он выглядит после данного отдыха, можно смело показать в роликах о вреде алкоголя и его влияние на организм. Казалось бы, он никогда не выплывет из этой пучины. По словам Азамата Бастанова, упорно называющим себя другом и менеджером Александра, тот в последнее время активно готовится к триумфальному возвращению на ринг. В санаторию Озон в дебрях Карачаева Черкесии проходили, да и проходят сборы. Но занимательный момент. Именно в это время регулярно в инстаграме Емельяненко появлялись видео, свидетельствующие о том, что процесс возвращения запущен на полную мощность. Александр бегает кроссы, кидает камни, машет руками, а потом истекает потом в столовой, где пьет исключительно кислородные коктейли и минералку. Его фанатов даже не настораживает вшитая практически в каждый такой ролик реклама. Не удивляет их также неуменьшающийся на фоне изнурительных тренировок живот и жирные бока. В общем, буквально на днях сплыла для многих, думаю, неудивительная информация. По сведениям источника близкого к ситуации, в Карачаево Черкесии Емельяненко снова развязался. Покинул Кавказ и сейчас определить его точное местоположение довольно сложно. Предположительно, он вернулся в Москву. И это конец. Конец для Сани. Потому что своим друзьям Сани нужен только тогда, когда приносит доход выступлениями. Или на худой конец дает возможность интегрировать в посты Инстаграм рекламу. Греть серьезное возвращение даже на уровень поп-ММА или фрикбокса уже не приходится. И запланированные на осень Артем Тарасов и Джиган, скорее всего, не смогут хайпануть на громкой фамилии, которую прославил отнюдь не Александр. Продолжение следует...